Спорт во спасение. В Ивановской пожарно-спасательной академии проходят всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Для тех, кто не знает, это упражнения, владев которыми, спасать жизни людей в условиях ЧС можно гораздо быстрее и эффективнее. Но обо всем по порядку. Одна из дисциплин – подъем по штурмовой лестнице, или как ее здесь называют – штурмовка. На старте студенты академии и университетов со всей страны. В основном, конечно, пожарно-спасательных. Мы начали отбор в сборную Российской Федерации. В этом году у нас чемпионат мира в армии для детей. И в Словакии мы будем проводить чемпионат мира взрослых команд. И сегодняшняя прицельная наша планка вот здесь, в Иванове, для того, чтобы отобрать самых лучших в сборную команды. Владимир Сидоренко уже член сборной России, титулованный спортсмен. На соревнованиях он студентом не соперник. Скорее, пример. Личный рекорд Владимира на штурмовке – 12,63 секунды. В Иванове его результат – 12,77. И это лучшее время среди всех участников. Бежишь, смотришь только вверх и думаешь только о том, как забраться быстрее, сфинишировать, выполнить упражнение без замечаний. В реальной жизни навык быстро забираться по штурмовой лестнице тоже пригодится. Ведь так важно экстренно оказаться на любом этаже, где в пылающей квартире кто-то, как чудо, ждет спасения. В пожаре, когда невозможно, по выдвижной лестнице можно подниматься по штурмовой лестнице, как показано было на штурмовке. Спасать людей она тоже применяется, только там не такие не спортивные лестницы, а боевые, железные. И пожарные тоже спасать с ними. Самым быстрым при подъеме по штурмовой лестнице оказался питерский спортсмен. В пятницу участников соревнований ждет полоса препятствий. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.